но кстати то что ты делаешь креативные мультики на моих видео это как бы в ключе моего креатива потому что наши видео должны быть очень а что это запоминает с кем-то видео? естественно но необычно я такого не видела на других каналах поэтому да ты соответствуешь модным ну смотри я это записал уже теперь три четыре добрый день дорогие друзья вы на канале мода с Vladanna сегодня я решила показать вам что я делаю джинсами что я вытворяю это моя одна из любимых тем так как имея двух взрослых дочерей красоты которые любят носить джинсы несмотря на то что мама модельер и джинсы порой приходится перерабатывать потому что мы все с вами знаем это шов сидения где наши любимые джинсы могут протираться и хочется им дать новую жизнь и придумать новые варианты и вот что у меня в этом плане получается я планирую с вами делиться так как идей много наработок много были сделаны целые коллекции и мы постепенно с вами пройдемся по всему моему креативу ну а то что будет придумываться в процессе будет в первую очередь вам показано так что джинсы у нас будет особая тема вот сегодня первый мой мастер-класс по джинсам вы видите на мне такую модель в которой я сделала переработку джинсов и сделала такую на мой взгляд удачную комбинацию достаточно такой грубой ткани деним с контрастным сочетанием нежного шифона шифон этот вы уже видели в круизном костюме по ссылочке можете еще раз пересмотреть ну уж очень мне понравилась эта ткань верите купила целый рулон потому что понимала ткань чудесная потенциал в ней большой и в сочетании с денимом и просто сама по себе вот такой интересный мозаичный рисунок с полосами с красивое сочетание красного синего голубого то есть я сразу понимала что мне нужна эта ткань и побольше поэтому вот теперь вам демонстрирую разные модели и вот на мне сейчас вы видите на мой взгляд удачное сочетание этой чудесной шифоновой ткани с переработанными джинсами из этой ткани шифона я пошила брючки и ввела ее вот в мой такой оригинальный верх то ли это кардиган то ли это платье ну вот и нечто нечто вот что что у меня получилось но поверьте в этом наряде я себя чувствую подругой своей старшей дочери то есть я молодею в душе и на глазах ну и поэтому решила моими находочками поделиться с вами ну а что касательно моих клиентов они видя мои варианты креативные уже мне приносят не только джинсы бу но и новые джинсы вот к примеру девочка принесла джинсы и так чтобы я с ними творчески поработала поэтому тема безграничная потенциальная интересная все у нас впереди у нас у всех много этого добра я джинсы использую и в поясных изделиях ну и вот сейчас на мне вы видите верх и на манекене я вот вам подготовила вариант он пока еще в процессе на сметке но тоже уже интересная идейка и можно в таком ключе тут вариант с длинным рукавом что вы можете увидеть на моем блузоне вот здесь у меня перед брюк и по шву внутреннему шву в брюках я его вывела на центр и в него разместила вытачки то есть у меня все потертости и все что допустим брюках какие-то моменты все вырезалось все ушло в подрез также был был использован верх спинки брюк то есть вот этот вот пояс с кокеткой он у меня срезался до линии кармана вот кокетка это верх спинки спинка на брюках перешла на спинку блузы а вот эти вот два крылышка это низ два низа моих брюк бывших то есть у меня вот как раз здесь видно подворот низа брюк и из этого низа вот ровный участок здесь сантиметров 15-18 я его заложила вытачками вот в такие крылышки и соединила с моим передом а от переда вот я пришила вот эту мою шифоновую занавеску вот она по прямой со складочками пришилась к боку и вот вы видите ровно вот здесь по спинке я давала обстричную складочку потом вот ввела весь объем по бедрам чтобы вот она так красиво сниспадала свою ткань пришила вот от бока это как раз боковой шов здесь проходил вот вы видите заклепочки боковой шов джинс карманчики карманчики я вырезала вот они как раз начинались от кокетки и карманчики я двойные вот сразу вырезала со спинки брюк и пришила немного вот как бы так отвела в сторону от нашей линии и они у меня вот так в свободном полете шкодно пришиты с такими обтрепышами вот я везде поставляла эти чудесные обтрепыши они мне очень нравятся единственное я по краю дала тройную строчку вот этот пояс это был вырезан он начинается от шва сидения по спинке то есть вот на всю длину брюк вот как раз мне нужны были вот эти ленты это вот с одной брюченки это с другой то есть я максимально практически безотходное производство брюки переработала в этот верх я вам более подробно сейчас покажу на схеме все нюансы потому что у меня в работе точно такие такой же верх вот мне принесли брючки и попросили да хочу такое как у тебя поэтому я сейчас вам покажу отдельные детали и вы прочувствуете лучше и все вот эти вот мои нюансы на манекене у меня из других брючек тоже вот готовится такое решение девочка захотела длинным рукавчиком ну и принесла мне в работу брючки достаточно тут очень много деталировки а сейчас мой оператор подойдет поближе и он снимет крупным планом все детали вот конкретно допустим вы видите сейчас мои брючки это отдельно они не пришиты отдельно прямые ровные аккуратные брюки на резиночке то есть здесь они это не на змеечке извините они на змеечке аккуратные такие вот брючки конечно же карантин нам всем немножко добавил лишних килограммов но вот я вижу что нужно в этом плане поработать но вот здесь у меня шифоновые брюки однослойные и за счет того что я их делала специально под этот верх и второй слой шифона мне дает возможность их носить оно смотрится солидно и серьезно потому что просто в одних шифоновых брюках я бы себя чувствовала не очень комфортно а вот за счет такой многослойности вполне даже может быть также у меня есть короткая мини юбочка из этой же ткани и уже ее я могу себе позволить одеть на отдыхе она тоже гармонично смотрится вот именно перепад длины короткая юбка и вот этот вот длинный шлейф длинная юбка сейчас мы на манекене видим такое решение интересное здесь также перед я сделала вытачки нагрудные рукавчик у меня четко бок вот вы видите бок брюк причем я его не перестрачивала вот за счет того что это линия бедра она выложилась как раз по плечу в виде такого реглана на спинку эти наши вот брючки пришли таким уголочком здесь я планирую или же вообще ничего не пришивать это мы будем решать на примерке или же здесь может быть трикотажный участок спинки или также с тканью может быть и будет кружево уж очень я люблю контрастные сочетания мех с кружевом что-то грубое вот как в данном случае деним то есть я еще буду думать основа заложено вот здесь в этих конкретно брючках было очень много деталей классных и мне их и хотелось по максимуму сохранить сейчас я на схеме вам подробно покажу что мы делаем и вы окончательно во всем разберетесь вот сейчас я вам покажу свои брючки которые в процессе вот я в процессе создания и вы поймете что здесь у меня делается ну это небольшой размерчик маленькие изящные брючки мне были принесены вот мы видим существующая деталь переда я здесь формирую вытачку вот я пока на примерке сделала защипик просто сразу по переду по шву сидения я заложила вот такую нагрудную вытачку я ее специально расколола вот чтобы вам показать что вот это вот как раз передняя половинка брючек для того чтобы вот эти вот вот этот угол вошел в центральный шов по переду и развернулся мне необходимо вот эта вот вытачка и она очень удачная потому что нам также необходимо нагрудная вытачка если же естественно грудь допустим меньше то вот у меня как бы грудь и мне нужна большая вытачка но если вдруг у девочки небольшая грудь тогда соответственно мы соединяем вот делаем подрез и делаем уже вашу необходимую вытачку то есть мы сбиваем лишнюю высоту и уже конкретно под вашу грудь муляжным способом это все выкладывается видите вот я схлопнула где сделала такую кокетку и у меня вообще получилось в плоскости ну а если я выдвигаю то опять же на любую грудь я могу сформировать вот эту форму так далее спинка в этих брючках тот же самый прием моя деталь спинки вот она доходит до бокового шва и я вот прямо вот так ровненько ножничками вдоль кокетки срезаю оставляя вот эти обтрепыши вот они вносят свою прелесть но потом естественно я буду настрачивать и строчка это все зафиксирует и украсит со спинки у меня вот здесь были карманы вот эти карманы они такие же вот двойные карманчики вот как они я их не просто отпорола я вот взяла с попочки их срезала вот я добавила к карманчикам по 2 сантиметра так чтобы они красиво закомпоновались соразмерно всей модели потому что если просто маленький карманчик он смотрится мелковато поэтому я добавила по 2 сантиметра по периметру вот эти карманы у меня в передней с переда моего изделия так ну и низ наших брючек вот он срезался вот как раз по форме кокетки вот это был размер длина 20 сантиметров вот это существующий готовый край брюк тут также для того чтобы форма развернулась и получилась наша крылышко вот здесь у меня возникло два защипа ну это вы уже будете смотреть на себе это все вот на булавочках девочка пришла я на ней заколола то есть мне не нужно было какие-то дополнительно делать построение все достаточно просто и быстро вот на этих брюках такой вот интересный дизайн и все эти элементы они очень украсили наш будущий корсетик на каждых брюках есть какие-то свои клепочки карманчики все это я сохраняю вообще не прикасаюсь к змеечке вот это тоже такая интересная деталь ее даже можно при желании отстегнуть и сделать таким воротничком то есть потенциал для творчества большой вот это же мои поясочки они вырезаются из спинки вот это вот часть пояса вот она сюда у меня и входит то есть я максимально выжимала длину этого пояса вот вписывала ее вот в эту заднюю часть наших нашего крылышка вот сейчас я вам разберу эту деталь намечаю наши защипы чтобы потом их восстановить так как это все закалывалось по-живому я их даже не намечала поэтому вот я сейчас раскрою это все и вы увидите как оно все это смотрится то есть у меня крылышко настрочено до карманчика доходит по переду 10 сантиметров так сейчас я это все откалываю булавочки снимаю и раскрываю вот эти мои стежки с меточку так и вы увидите эту всю конструкцию две вытачки на ширине 20 сантиметров два защипа таких которые вот они собираются на всю свою ширину вот таким образом и вот пришиваются нижней частью вот этой вот линии они пришиваются к нашему боку переда джинс я сейчас отпарю и от спинки эту нашу деталь наша крылышко и вы посмотрите вот здесь у меня таким образом это все накололось под уголочком так теперь вы видите это кокетка по брюкам вот она полностью использовалась я ничего не подпарывала не меняла не выносила никакие вытачки и обрезала и наколола на мой шифончик вот тут одна бантовая складочка и встречные склады они могут быть различной глубины но они должны быть то есть это вот этот вот наш объем по бедрам в них входит и оно должно свободно и по-богатому сзади струится вот это моя пройма получилась она такая квадратная с провисом это ширина 24 сантиметра и по центру по серединке тоже достаточно глубокая такая складочка глубиной 4 сантиметра это все у меня заходит на перед и постепенно вот здесь вот такая линия как на заужение такая корсетная линия вот она переходит конкретно вот наперед до центра ну как обычно у нас стрелка на брюках так вот как раз вот эта вся часть вот она у меня вы видите по рисунку по прямой вот она выходит на стрелку наших брюк и вот здесь это наша талия ну вы опять же под себя можете сделать любой уголочек здесь можете по прямой обрезать как у меня на манекене можно тут уголочек жилетика то есть как уже вам будет удобно но что я хочу сказать за счет того что здесь у меня сзади большой объем шифона он и должен быть лица свободно его должно быть много а здесь пояс вы можете это прекрасно садиться на любую фигуру как на худенькой девочке так и на полненькой эта модель у меня она универсальная так называемый оверсайз вот здесь по сути дела детские джинсы но они прекрасно будут смотреться и на 54 и на 56 размере то есть все прекрасно на разные размеры ну вот вы видите на карманчике вот это вот такой как бы дизайн потертости поэтому если ваши потертые джинсы износились вы прекрасно можете в эти ваши дырочки что-либо подставить какую-то фирмочку это все подстрочить и на карманчике вот тоже так вот чудесно все это сделано этот дизайн был готовый но подобная идея может быть повторена уже непосредственно с вот этими нашими брюками на которых дырки вот здесь я уже вырезала эту вытачку чтобы не было лишнего наслоения лишних грубостей вот мой перед низ брюк это два крылышка с одной штанинке с другой пояс и кокетка и карманы вот все детали моего кроя так это по брюкам по моей занавесочки сейчас я вам скажу ширина шифоновой спинки вот на всю ширину полтора метра и эти полтора метра у меня войдут в мое изделие ну а длина соответственно на ваш рост от кокетки от спинки это вы уже меряете индивидуально ну конкретно мой вариант сейчас я вам скажу а у меня ростом метр шестьдесят восемь вот здесь полтора метра то есть квадрат полтора на полтора нашего шифона на блузу и ну вот к примеру метр двадцать на брючке можете планировать там брючки юбочку это уже опять же но индивидуально так я сейчас изображу схему на схеме я сейчас покажу простые нюансы моего кроя опять же все очень просто и варьировать вы можете сами уже в зависимости от ваших желаний и от вашего дизайна перед я сохраняю пояс гульфик это все как есть карманы все у меня сохранено я даже не разрезаю я только вот до вот этого шовчика вот здесь я делаю подрез и уже отсюда у меня появляются вытачки нагрудные в которые я схлопываю вот эту вот свою конструкцию брючек я их за счет этой вытачки разворачиваю и эти внутренний шов превращается в центральный шов по переду и чем вот эта конструкция уже тем красивее тем она вам будет делать фигуру вот эту талию вытягивать поэтому могут быть брючки опять же разных размеров но вот эта вот зона вот она потертости по шаговому шву она у нас как раз выпадает в вытачках и на попе и по переду на спинке я оставляю пояс до бокового шва кокетку вот это то что я на спинке оставляю естественно вот эти шлевки это все очень классно смотрится чем больше здесь деталей тем лучше то есть у меня на моем изделии тут были разные подрезы такие чудесные тут много всяких деталей вот они все у меня были сохранены по максимуму вот к этой моей кокетке я пришиваю нашу занавеску вот она здесь встречная склада здесь по складе здесь по складе и по боку будет тоже складка квадрат полтора метра на полтора метра вот этот размер сейчас я вам уточню важный размер но он опять же может быть индивидуальный то есть в зависимости от вашей фигуры он может меняться то есть у меня на моем изделии вот этот вот размер 22 сантиметра с нижней части брюк мы делаем наше крылышко используем подворот низа то есть если он у вас сохранен и в хорошем качестве то мы его оставляем и получается здесь вот таким образом это на спинку выходит наш пояс наша кокетка вот так а здесь у меня вы видели две вытачки склады половина наших брючек вот низа 10 сантиметров они нашиваются по боку переда брюк вот до карманчика вот это 10 сантиметров вот я их изобразила а вся длина нашего крылышка сейчас я вам его замерю 37 сантиметров вот здесь 37 сантиметров 19 перед и 18 18 спинка значит вот здесь у меня у меня общий размер 37 сантиметров перед 19 спинка 18 так теперь вот нашиваться будет наша кокетка вот она как раз вот сюда углом будет нашиваться но опять же это не обязательно прям один в один повторять можно еще внести какие-то свои дополнения то есть в это крылышко оно может быть где-то длиннее где-то короче наоборот просто бретелькой то есть как вы захотите это уже перец со спинкой вы можете соединить уже на свой вкус так ну и поясочек поясочек у меня длиной получился вот у меня вот сюда вписывается как раз вот начинается узкая часть и по прямой вот как раз подходит до шва сидения вот здесь вот потертость это в дальнейшем нужно будет пройти строчкой вот я вам сейчас покажу на своем изделии как обработан мой пояс вот видите вот здесь тройной строчкой я прошлась по краю поясочкой но он даже и красиво вот в этих своих ниточках торчащих обтрепушек но вот он вносит вот это вот джинсовая ниточка она как украшает этот пояс ну и сдерживает его то есть придает форму краю нашего пояса мой пояс 78 сантиметров ширина вверху 12 сантиметров а внизу 7 сантиметров опять же вот этот размер длины моего корсета по переду может быть различный мы делали до талии опускались ниже можно сделать топом это опять как вы захотите наш шифон может быть различной расцветки может быть однотонной мы делали с красивым купоном по низу то есть вариации расцветки могут быть любые также вообще может не быть шифона а просто такой вариант джинсовой жилетки без спинки которые одеваются на футболочку или же на голое тело опять же все очень индивидуально мы разобрали схему ну хорошо ладно давайте все равно надо снять для голливуда дорогие друзья вы увидели насколько просто наши брючки превратились в такой чудесный креативный верх от фладаны я надеюсь что вы и себя порадуете вот таким вот такой обновкой чудесной к лету пишите в комментариях ваше мнение обязательно мне это очень приятно и очень важно наша с вами дружба такое зародившееся общение теплое душевное со своей стороны хочу вам пожелать всего только самого доброго здоровья творчества процветания вашим семьям любви счастья и взаимопонимания гармонии быть модными креативными творим все своими умелыми ручками до скорых встреч на канале мода с ладанной и и и и и и